В районном Доме культуры 24 августа прошла традиционная педагогическая конференция, куда съехались 430 делегатов со всего района. Стало доброй традицией анализировать минувший год и строить планы на год предстоящий. Первым выступил председатель района. Отредно отметим, что охват дошкольным образованием составляет почти 100%. На то, что в районе некоторых премареев по-прежнему присутствуются средства на финансирование ясеных труб, выражая надежду, что и приманы тех сел, где нет ясеных труб, но в них есть острая необходимость, рассмотрят возможность их открытия, и данный факт будет способствовать дальнейшему улучшению демографических показателей. Кроме этого, в районе системы образования представляют 18 лицеев и гимназий. И два учреждения дополнительного образования. Традиционно хочется отметить демографическую ситуацию и в этом цикле образования. А ведь низкая численность учащихся напрямую влияет на финансирование учебного заведения, создавая дефицит некоторых из них. Вместе с тем радует, что процесс оптимизации школы, так называемые, не коснулся ни от того учебного заведения района. И, надеюсь, впредь мы приложим все усилия, как и до сих пор, решая вопрос дефицита финансов из районного бюджета. В минувшем году функционировало 36 учебных заведений, 16 учреждений раннего образования, 2 комплекса гимназии-сад, 11 гимназий, 5 лицеев и 2 учреждения дополнительного образования. Качество образования в учреждениях возросло. Об этом свидетельствуют высокие показатели успеваемости, высокие результаты на олимпиадах и на тестированиях. Для администрации учебных заведений, а особенно учителям-предметникам, необходимо усилить работу по качественной подготовке выпускников лицеев к итоговому тестированию по названным дисциплинам. С гордостью хотим отметить, что выпускники 12 класса теоретического лицея Нехрестоботева, сила Валя-Пежи, третий год подряд сдают экзамен без отрицательных оценок. И лицей входит в число 106 лицеев республики, в которых успеваемость составляет 100%. Педагоги выступали в ателье, где могли раскрыть актуальные на данный момент темы, одной из которых является индивидуализация, основной фактор в обеспечении образовательной инклюзии всех детей. Для того, чтобы было более эффективнее и актуальная работа с детьми с особо развивательными потребностями, мы расширим круг, круглый столов, презентации, ателье, тренингов для педагогов, работающих с этими детьми. Тяжело ли работать с этими людьми? Как вы справляетесь с этим? Я как психолог, конечно, у меня другая специфика работы, но учителям-предметникам сложно. Почему? Потому что в классе сидят по 20 учащихся, и один из них или двое с особо развивательной потребностями, которым им нужно уделять индивидуальную работу. Это немножко сложно, так как все-таки нету именно дидактических пособий, именно наглядных пособий для того, чтобы учитель мог использовать на таких предметах, как биология, химия, математика. Был утвержден менеджмент по домашнему образованию. Есть успехи, но есть проблемы. Одна из главных – дефицит дидактических кадров. Конечно, радуют нас успехи, но, как всегда, есть проблемы. Мы сегодня в рамках нашей педагогической конференции поднимаем вопросы о обеспечении учебных заведений кадрами. И мы предлагаем узаконить обязательное трудоустройство молодых специалистов в учебные заведения. Это решит проблему с кадрами. Второе – это временные типовые штаты, которые были утверждены еще в 1999 году. Особенно обращаем внимание касательно ставки зауча. Мы предлагаем ставку зауча ввести, если в школе 150 и более учащихся. И ставку медицинского работника в детских учреждениях дошкольных, независимо от количества групп, потому что современные требования ставят перед этими работниками очень и очень большие задачи. 2017 и 2018 учебный год явился ключевым для реализации кодекса об образовании и стратегии отраслевого развития образования 2020. Одной из целей является заинтересованность привлечения молодых специалистов, так как сегодняшняя всеобщая боль – 2032 вакантных места, говорит главный консультант Министерства просвещения Алла Никитченко. Очень хорошим моментом является то, что целый ряд, уже 12 учебных заведений имеют индивидуальный учебный план, в котором несколько дисциплин преподается на государственном языке. Это те индивидуальные учебные планы, которые вы уже несколько лет реализуете. Но можно подумать и над тем, как изменить что-то, чтобы мы не шли по одной и той же модели, которая внедряется уже около 20 лет. Предполагается в следующем учебном году продолжить практику прохождения курсовой переподготовки за счет государства и довести ее до 4000 педагогических кадров. То есть практически вдвое увеличивается финансирование. В этом году в педагогическую семью вошли 8 новоприбывших, 8 специалистов. Опытные педагоги дали напутствие молодым коллегам. Конференция была завершена традиционным принятием резолюции и оптимистичным настроением для встречи с учениками. Которые функционируют как окружающие... Продолжение следует...